МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные старты у нас в выходные дни проходят. И отметим, что буквально финишировала парусная регата Куба Крыма. Это мощное соревнование. Участвовало 29 крейсерских судов. И уже в следующей передаче президент Федерации парусного спорта, мастер спорта Валерий Зубков, подведет итоги. Ведь парусный спорт у нас один из ведущих в Севастополе. Тем более лето. Итак, мы начинаем новости с соревнований, которые прошли в Алуште. Это спортивная акробатика. И в Алуште на базе Крымспортообеспечения прошли республиканские соревнования в этом виде спорта. Жемчужины Крыма. В соревнованиях поднимали участие вот такие симпатичные спортсменки. 146 участниц. Наш город представляли акробаты спортивной школы номер 5, директор Лобанов. Спортсменов подготовили тренеры. Диняк Артур, Анна Меленчук, они мастера спорта и хореографы Валерия Евсеева и Якшина Марина Анатольевна. Отметим, что по программе первого юношеского разряда у нас победу праздновала пара, женская пара, Вероника Петрова и Василиса Малахова. По третьему спортивному разряду впереди были Каролина Кольченко и Арина Плешакова. Среди спортсменов второго спортивного разряда лучшими стали Виктория Соснова и Кира Чмыхун. В смешанных парах мальчишек много кто любит спортивную акробатику. Здесь победили Таисия Сохарева и Илья Матавин. Отметим, что и по первому спортивному разряду у нас выступала женская тройка. Женские тройки – это женские группы. И впереди Наталья Клюева, Валерия Артеменко и Александра Артеменко. Две у нас сестры. И отметим, что стали первыми. Ведь именно в этой дисциплине у нас были и чемпионки мира. В смешанных парах на первом месте Алина Васильева и Никита Рудницкий. Отметим, что по программе кандидатов мастера женская группа в составе Софии Голевой, Алины Будановой, Анны Подгорной на высшей ступеньке педестала почета. А вот в смешанных парах по кандидатам мастера впереди Дарья Пасынкова и Роман Иванов. Отметим, что спортивная акробатика у нас тот вид спорта, где у нас большие серьезные достижения. И наши спортсмены продолжают спортивные традиции. А мы переходим к футболу. К классическому футболу. 11 на 11. Это чемпионат Севастополя. В нем выступает 10 клубов. Стадион Горняк. Это спортивная арена, где проходил очередной тур. Лидеры команда «Спартак». У нас в Севастополе тоже «Спартак». Клуб Николая Данчина. Тренер команды Владимир Казанцев. И байдары тренер Виталий Головко. Наши волонтеры сосчитали болельщиков на трибунах. Их 79. Великолепная погода июньская. А вот за «Спартак» выступали игроки команды мастеров. В прошлом Артем Култышев и Александр Жабокрицкий. Мастер спорта. Он играл только один тайм. Забил два гола. Причем второй из пенальти. А итоги подвел Александр Дмитриевич Челышев. Главный судья чемпионата города. Окончательный счет у них 3-3. И мы переходим с вами к такому виду спорта, как дзюдо. Межрегиональный турнир под дзюдо до 18 лет. И отметим, что когда присутствует и открывает соревнования оркестр, тем более военный оркестр Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, это уже праздник. И межрегиональные и региональные представили у нас соревнования на призы вооруженных сил Российской Федерации под дзюдо. И здесь соревновались дзюдоисты различных возрастных групп из Запорожья, Херсона, Москвы, Белгорода, Краснодарского края, Курска, Свердловской области, Тулы, Республики Крым и, конечно, Севастополя. Отметим, что у нас успешно выступили наши спортсмены, дзюдоисты Севастополя. И Роман Семенихин, он президент Федерации дзюдо Севастополя, отметил победы Даниила Пятышева, вес 55 килограммов. Нашего тяжеловеса, очень перспективного, Игоря Юраш, вес 73 и выше. Также Андрей Дмитриев, вес 73 килограмма, Денис Галич, 81 килограмм, Альбина Зали Людмилова. Она заняла второе место в весовой категории до 63 килограммов, но выступила просто здорово. И этот выпуск завершаю словами Путина, нашего президента страны. Дзюдо – это не просто спорт. И переходим к шахматам. У нас продолжается турнир Гран-при Черного моря, а в Севастополе эта дисциплина носит название «Севастопольский вальс». И соревновались они в гимназии номер один имени Пушкина в трех дисциплинах «Классика», «Рапид», «Блиц». Девять дней выявляли победителей в классических шахматах в пяти группах. 86 спортсменов. Среди взрослых шахматистов победу праздновал москвич Никита Афанасьев. Среди юных шахматных дарований до девяти лет победу одержал севастополец Глеб Рожнов. Среди девушек Ольга Газарян из Архангельска. Вот такие регионы у нас были представлены на этих соревнованиях. Отметим, что среди ребят старше 11 лет впереди наши гости из Республики Крым. Герман Довгань среди юношей и Элина Мержанова среди девушек. А в возрастной категории до 13 лет на первых местах перспективные севастопольцы. Вадим Нестеренко, один из лидеров наших шахмат. И Анна Карлос. До 15 лет среди старших ребят победила Мария Марченко. Она уже не первый турнир выиграет в этом году. И Ярослав Ермоленко из Санкт-Петербурга. Шахматные баталии продолжаются. Отметим, что у нас ребята с удовольствием выступают как в классических шахматах, так и играют и в рапид, и в быстрые шахматы, и в блицы. Что ж, соревнования вызвали огромный интерес. И затем шахматисты переедут в другой регион. Вот так проходило награждение юных шахматных дарований. Что ж, самая древняя игра на планете. А мы возвращаемся в студию. И главная тема сегодняшнего дня, конечно, единоборства. Мне приятно представить наших гостей. Вот они у нас сегодня на таких темных майках. И президент Международной региональной организации единоборств. Федерация «Крымский стиль». Очень интересный рассказчик. Который и создатель этого вида единоборств. Это Игорь Мехтьев. Здравствуйте. И рядом с ним представительница клуба боевых искусств «Гром» Инна Ковалева. Здравствуйте. Мои гости любят единоборство. Считают, что именно их дисциплина, самое главное соревнование проходят. А пригласили мы их. У нас был повод. Они уже не первый раз, наверное, третий раз принимают участие в фестивале «Всероссийские игры», которые проходят у нас и проводит их наш, ваш друг. Палер. Да, Михаил Вадимович Палер. Соревнования очень интересные, значимые. Всегда полны рекордов. Вызывают у мальчишек зависти. И с удовольствием, кстати, ваших победителей награждают ребята, именно пауэрлифтеры, вес которых почти у всех далеко за 100 килограммов. Итак, пожалуйста, Игорь Володьевич, несколько слов о единоборстве «Крымский стиль». Я знаю, что он становится популярнее и популярнее с каждым годом. Несколько слов. Да. Единоборство «Крымский стиль» – это комплексный вид единоборства, в котором от раунда к раунду усложняются технические действия, которые дисциплинируют спортсменов, и в то же время это добавляет зрелищность боям. То есть, если в первом раунде у нас идет работа только руками, но в отличие от бокса можно бить удар на отмашь, можно бить удар с разворота руками, в прыжке руками можно наносить удары, то во втором раунде все то же самое, но добавляются удары ногами выше пояса. В третьем раунде добавляются удары по бедрам, внешняя часть, а с 14 лет добавляются еще колени. То есть, от раунда к раунду усложняются технические действия, это добавляет зрелищность. То есть, несколько видов спорта в одном бои представлены. Будем считать, что это своего рода импортозамещение в сфере спорта. А вот рефери следят за тем, чтобы именно соблюдалось? Они не только следят. Рефери – это хозяин поединка. Естественно, он должен в первую очередь следить за тем, чтобы правила были соблюдены, и в то же время, чтобы не было травмоопасно, то есть следить за всем. И здесь он перед каждым раундом спортсменам напоминает правила, чтобы они не забыли. Но те, кто у нас участвуют постоянно, те уже как бы знают правила и их не нарушают. А вот мы спросим у одной из родительниц ваших воспитанников, у нас Инна ответит на наши вопросы, Инна расскажет, она с удовольствием принесла один из призов своего сына. У вас двое детей, оба занимаются? Да, и сын, и дочка занимаются. Кубок – это вот мы были в Армавире, занял первое место. У нас от нашей команды ездило пять человек, трое заняли первые места – это Сербул, Игорь Ковалев, Георгий и Скребов Егор. Очень нравится парням крымский стиль, потому что он очень близок к кикбоксингу. И организация соревнований всегда на высшем уровне, и ребятам нравится то, что там хорошие призы. Постоянно у нас Игорь Володич делает кружки, которые у нас уже практически скоро займут, наверное, все полки в доме, потому что мы, допустим, мой сын, сколько, вот мы не пропускаем ни один кубок, и ни одного поражения у нас не было, только первые места. А младшая ваша тоже с удовольствием занимается? Занимается с удовольствием, но она не участвует практически в хрымском стиле, была несколько раз, потому что нету соперниц ее. Она по кикбоксингу ездит… Она получается непобедимая? Да, по кикбоксингу ездит и Севастополь, и Симферополь, занимает тоже первые места. Я знаю, что вы с удовольствием перед фестивалем, который проходил у нас в Севастополе, в парке «Патриот», вы вернулись из Армавира. Там серьезное крупное соревнование. Я знаю, что именно в таких городах, как Армавир, выиграть единоборство – ой-ой-ой. Там ребята фанаты своих видов спорта. Расскажите о результатах выступления в Армавире, пожалуйста. Да, действительно, мы были в Армавире. У нас прошел крупный турнир, который назывался «Турнир лучших бойцов единоборства крымский стиль», который назывался «Звезды русского мира» в рамках фестиваля народа в России и стран Евразии «Русский мир». И был посвящен Дню России и 240-летию присоединения Крыма, Тамани и Кубани к российской державе. То есть в финальных поединках этого турнира встретились спортсмены Крыма, города-героя Севастополя и города Армавира. Причем спортсмены из Армавира были действительно очень серьезные противники, очень серьезные спортсмены. Ну, в этот раз победа осталась в большинстве боев за нашими спортсменами. Может, вы назовете имена, кто победил? Я думаю, будет приятно и мальчишкам, и их родителям, друзьям, что все-таки одерживают победу. Это серьезно. В первом финале, который был, победу одержал Асанов Тамерлан, Республика Крым. Во втором финале тоже представитель Республики Крым Васенев Никита. В третьем бою, к сожалению, в третьем финале спортсмен из Севастополя проиграл. Очень достойно. Честно говоря, не проиграл, уступил. Уступил, да. Бой был очень зрелищный. Младший. Затем в четвертом финале Тим Милана, представитель Республики Крым, выиграла. Затем в пятом финале Бебешко Савелий, представитель Республики Крым, тоже одержал победу. Затем в шестом финале Ковалев Георгий, город Севастополь. Это мы так и скажем. Сын будущий чемпион. Будущий чемпион. Я знаю, что он пришел к нам в студию и взял с собой часть медалей, но там точно полпуда уже. Да. То есть голова уже шея, у него не выдерживает такое количество медалей. Затем у нас, получается, седьмой поединок, тоже финальный бой выиграл Сербул Игорь, тоже представитель города Севастополя. Затем восьмой финальный бой тоже Скребов Егор, город Севастополь выиграл. И в девятом заключительном финальном поединке победу одержал представитель Армавира. То есть наш спортсмен из Севастополя. Сколько у нас победителей? Ну, из девяти боев семь. Мы же тоже ездили туда, да? И сколько у нас? Семь выиграло наших, Крым-Севастополь. И всего лишь две мы уступили. Ну, вообще я скажу, что... Спортсмены были очень достойны. И вы знаете, там каждый балл и каждый бой был очень напряженный. И спортсмены из Армавира, это действительно высокая планка, то есть очень хорошие спортсмены. Они тренируются у очень хорошего тренера. Их тренирует Столяревский Геннадий Анатольевич. Это он вас встречал, да? Да. Руководитель Армавирского спортивного клуба СГТ. Он тренер сборной России по тэквондо Чан Хон. Старший тренер татами дисциплин сборной Краснодарского края по кикбоксингу. Он сам мастер спорта по кикбоксингу. Поэтому его ребятишки, это очень хорошие спортсмены, очень достойные поединки были. И до конца мы даже и не знали, кто же выиграет, пока судьи не подводили итоги. То есть до конца напряжение оставалось. Вот вы выезжали на соревнования, выезжаете рефери, вы с собой берете судьи? Здесь, в данный момент, мы провели перед соревнованием, провели судейский семинар. Республику Крым один представлял судья, остальные все были представители Армавира, да, суди, очень хорошие судьи. Когда я с ними проводил семинар, было одно удовольствие проводить, потому что они мастера своего дела, прекрасно ориентируются. Дело в том, что по духу нам очень близок вид спорта кикбоксинг. Вот это судьи, которые судят постоянно. То есть они очень быстро перестроились, очень близки к ним наши правила. И они просто на оценку отлично отсудили все бои. То есть никаких вопросов к ним нету, настолько профессионально отработали. Я знаю, что Инна у нас и выступает в роли секунданта. Я видел, как вы секундируете мальчишек. Что подсказываете? Слушайте, у нас обычно же Игорь Володевич, он у нас главный судей, он подсказывать не может ни соперникам, ни крымчанам, ни севастопольцам. А что вы подсказываете? Стоит ли обливать их водой, успокаивать или возбуждать наоборот? Не, ну я езжу с самого начала, с ребенком не пропускала ни одних его соревнований. Поэтому и ребят всех, кто команда ездит, всех знаем. И уже что им подсказывать, тоже знаем. Обливать водой, да, хорошо помогает, тонизирует их. Любят, да? И, кстати, даже было интересно, здесь, допустим, если в Армавире ребята дрались, поддерживали друг друга, крымчане, севастопольцев, севастопольцы, крымчан, то буквально через день они уже встретились на матчевой встрече, выясняли, кто же из них все-таки в команде круче. Я хочу сказать, вот я обратил внимание, что мы когда-то в одно время на региональных соревнованиях на Перенце России выступали объединенной командой Республика Крым и Севастополь. У нас получался сильный коллектив. И вот сейчас это лишний раз подчеркивает, что команда объединенная. И вы, как законодатель МОД, я знаю, что один из ваших кураторов, в прошлом председатель Комитета по физкультуре и спорту Республики Крым, он вас поддерживает, и он всегда такого же мнения. Да. Шестак, Георгий Яковлевич, он не председатель, он, немножко вас поправили, он министр спорта Крыма. Да, это первый министр спорта Крыма, потому что до него был комитет по физической культуре и спорту Крыма. Да, там был председатель, да. И вот после этого уже, когда мы зашли в Российскую Федерацию, воссоединились с нашей Родиной, с Россией, тогда вот ему выпала такая доля сделать с нуля министерство спорта. И он с честью справился с этой задачей. То есть, очень много сделал для крымского спорта, и до сих пор делает, он является заместителем совета по физической культуре и спорту. То есть, он советник главы Республики именно по вопросам физкультуры и спорта, и всегда поддерживает нас. То есть, он приезжает часто с вами. Да, на наших турнирах. Да, бывает на этих турнирах, очень здорово. Несколько слов именно о поединке, матче, который проходил у нас на этом празднике, фестивале. На фестивале евразийских. Да, евразийские игры. Очень интересные бои были, предыстория, так если немножко. В том году мы тоже проводили эту же мальчевую встречу. Я присутствовал, кстати. Да, 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 вы же как раз тогда и награждали тоже, да. И комментировали эти бои. В прошлом году, да, мы провели первый раз такое сборная города Севастополя против сборной Республики Крым по правилам крымского стиля единоборства. Да, среди юношей. И в тот момент сборная Севастополя немножко уступила со счетом 4-3. И в этот раз был знаменательный день. Ну, во-первых, 240 лет городу федерального значения, городу-герою Севастополя. И здесь каждый севастополец до конца дрался. И в этот раз у нас был ровный счет. И интрига до последнего сохранялась. Вот 3-3, боевая ничья. Но в начале первый бой у нас получился так, что Республика Крым вырвалась вперед. Бой был очень напряженный. Вот как раз сейчас на экране мы его видим. Очень напряженный бой. Затем во втором бое уже Севастополь отыграл. Вот стал 1-1. Затем Севастополь вырвался вперед. 2-1. Ну, я вот вас прерву. А как раз выступал и ваш сын. Как он отбоксировал в этот раз именно? Одержал победу. Одержал победу, конечно. У нас еще не было ни одного проигрыша. И ведущий его заметил. Сказал, что он будущий чемпион. Секундировали вы? Конечно. Это он слушается. Обычно я знаю, что когда родители, тем более мама, секундирует в боях, не стесняется, любит, привык уже. Ну, привык, да. Он меня слушает идеально. Мне это ум лестит. Это жестко, да. Тренер, да, у нас тоже присутствует. Но тренер, он слушает тоже хорошо. Но то, что мы ездим постоянно вместе, как бы это дает результат. Спортивная семья. Да, спортивная семья, тем более. Это очень сильно сближает. И маму с сыном это объединяет. Когда общее дело, это очень хорошо. Если в каждой семье будет такое объединение, когда родители будут жить жизнью ребенка и поддерживать его, это очень дорогого стоит. И здесь вот как раз такой симбиоз мы видим. То есть очень хорошие результаты. Игорь Володимирович, а где культивируется именно крымский стиль? Единоборство крымский стиль. В основном сейчас культивируется это республика Крым и город Герой Севастополь. Но так как у нас федерация межрегиональная, то ведутся сейчас переговоры и с тем, чтобы открылись региональные отделения у нас и в городе Волгограде, то есть в Волгоградской области, и в Калмыкии, и сейчас в Краснодарском крае. То есть будем надеяться, что до половины субъектов Российской Федерации войдет в федерацию. Тогда мы сможем открыть всероссийскую. Почему бы нет? А не было у вас такой мысли, что привлечь еще и спортсменов из Донецкой Народной Республики, из Луганской Народной Республики, Запорожья, Херсона? Я знаю, что наши представители ММА туда внедрились, и они с удовольствием приезжают, и дзюдоисты, и представители смешанных единоборств. Мы открыты для любой, для любого субъекта, то есть для любой области, для любого края, республики. То есть наша федерация открыта, мы рады всем, ведь у нас правила очень похожи с другими видами спорта. Вот у нас, когда мы проводим наши турниры, у нас выступает много спортсменов с разных единоборств. Тут и кикбоксеры, и представители маутай, то есть тайского бокса, и рукопашники. И, допустим, некоторые боксеры участвуют в тех разделах, где они себя могут показать хорошо. То есть мы открыты, вот и федерация УШУ у нас начинает участвовать в показательных выступлениях. То есть я же говорю, что наш вид спорта, он объединяющий. Можно сказать, что, как я и говорил раньше, что это своего рода и импортозамещение на данный момент, так как наших спортсменов очень тяжело выпускают за рубеж. То есть за рубежом, скажем так, не сильно рады нашим спортсменам. Санкции пока, да. И санкции, и, знаете, как бы от сильных пытаются избавиться. А Россия всегда во всех видах спорта показывала отличные результаты, очень сильные спортсмены. Ну, от лидеров пытаются избавиться. И вот когда такая ситуация на Олимпийских играх и вообще на международных соревнованиях, то почему бы не развивать свое? И здесь каждому найдется место. Здесь у нас семь разделов, у нас семь дисциплин. Поэтому для каждого найдется вида спорта здесь, и каждый почувствует себя нормально. Какой самый жесткий? Самый жесткий раздел на сегодняшний момент – это крымский стиль, полный контакт. Но у нас формируется новый раздел, седьмой наш раздел, который будет называться «Крымский смешанный бой». То есть у нас есть крымский кулачный бой, есть крымский стиль, и немножечко как бы, ну, дальше уже проходит это «Крымский смешанный бой». Правила сейчас дорабатываются, и там мы увидим представителей из смешанных единоборств. Традиционный вопрос – планы федерации, крымский стиль? Ну, планы у нас, как всегда, огромные. Ближайший турнир пройдет в Севастополе 23 июля, будет проходить в Центре подготовки сборных команд Севастополя. То есть это у нас улица Бреская, 21, там, где у нас стадион находится. Там очень гостеприимно нас всегда встречает Севастополь, то есть хорошее помещение. У нас хорошие отношения и с руководством Центра подготовки сборных команд Севастополя, и с управлением спорта. Дмитрий Карпов всегда встречает. Да, он всегда у нас, на каждом нашем турнире не пропускает, всегда у нас, да, на открытии турнира с радостью награждает победителей. То есть и каждый раз у нас, как бы, вот это вот сотрудничество, оно переходит на новый этап. То есть более лучше мы стараемся, как бы, ну, понятно, что совершенству предела нет, но мы стараемся все-таки всегда улучшать, улучшать, доводить до какого-то, ну, планку выше ставить во всех отношениях. Вот во многих федерациях есть девизы, девизы или главная мысль даже вот и в том же Дзидо мы сегодня говорили. А у вас главное направление, главный девиз вида спорта федерации? Это развитие своего, в первую очередь, да. Именно русский, русский, крымский стиль. Нет, здесь, да, здесь немножко нельзя сказать, что... Больше крымский стиль. Именно крымский. Почему крымский? Понимаете? То есть можно было назвать, там, допустим, славянский, там, стиль, вот, ну, русский стиль уже есть, вот. Вот, но почему был назван крымский? Потому что в Крыму у нас 176 народов и национальностей. То есть если взять нашу великую родину, Россию, у нас больше 200 национальностей и народов. И вот Крым – это маленький такой кусочек России, сжатый до размеров полуострова, в котором есть практически представители всех народов и национальностей. Поэтому вот возрождение может быть национальных видов спорта и пойдет с Крымом. Поэтому вот крымский стиль, вы же представьте, у людей нету моря, а у нас два моря. У нас три климатические зоны, у нас все есть – горы, лес, степь. Вот на такой мы и ноте. Это вот Крым, это Крым. И надо популяризировать Крым. А город Севастополь, хоть и город федерального значения, ну, вы правильно заметили, раньше-то мы всегда выступали одной командой, единой – Севастополь и Крым. Сегодня на наши вопросы ответили и лишний раз подчеркнули, именно в единоборствах свой федерация «Крымский стиль». И действительно, мальчишки, да и девчонки с удовольствием занимаются. И основатель этого вида спорта, президент федерации у нас Игорь Мехтиев поделился с нами секретами своей организации, секретами побед. И рядом с ним представительница клуба боевых искусств «Гром» вот Инна Ковалева, которая с гордостью рассказывает о достижениях своих детей. И очень приятно, что действительно у нас с каждым годом именно этот вид единоборств становится популярнее, значимее и имеет новые большие достижения. На этой ноте мы завершаем нашу программу. Программа «Спортивный акцент» и звучит традиционное. Всем доброго, удачи и здоровья!